Попович летал с кем-то из членов ЦК Комсомола. И когда они приехали в Хабаровск, ну, там встречалось же высокое начальство, он сказал, что здесь вот в Кремово служит мой друг Нелюбов. Я специально в Хабаровск попросил командующего воздушной армии, чтобы Гришу привезли. На 36 часов Нелюбовы вновь окунулись в прежнюю жизнь. Делегацию ЦК Комсомола краевое начальство принимало на самом высоком уровне. Во время банкета Павел Попович решил в очередной раз помочь другу и познакомить Григория с нужными людьми. Член ЦК Комсомола ему предлагал, что давай бросай ты эту военную службу, вот в академию приезжай, в общем, мы ходатайствуем. А Гриша очень, он как-то, он любил, что он сам должен чего-то добиться. Не любил вот так, что кто-то там за него. И он ему даже сказал, что нет, обойдемся без вашего ЦК. Ночью Павел и Григорий остались одни. Состоялся откровенный мужской разговор. Мне хотелось переубедить его и доказать ему о том, что он виноват в том, что у него сложилась так судьба. И я не знаю, может быть, он после этого разговора, может быть, он и понял, может быть, потом до него дошло все-таки. Вернувшись в часть, капитан Нелюбов впал в депрессию и не раз говорил жене, не так я поговорил с Павлом, не так. Эта встреча повредила только Гриша. Мне кажется, он уже начал забывать вот то время, когда он был здесь, к чему он готовился и как-то уже втянулся в летную работу. А тут как-то, видно, все всколыхнулось. Настроение у него было ужасное. Григорий принимает решение. Во что бы то ни стало вернуться в отряд космонавтов. Однажды Зине принесли записку. По путным бордам я срочно улетаю в Москву. Хочу встретиться с Каманином. Когда его отчисляли, Каманин сказал, что немножечко послужишь, вот годик-полтора максимум, и мы тебя вернем. Это Каманин говорил Грише, это сто процентов, что он посодействует его возвращению. В Звездном городке Григорий побывал в гостях у Николаева и Терешковой. Андриан и Валентина недавно поженились. Нелюбов зашел поздравить молодых. Он приходил к нам. Я знаю, что и Николаев с ним в хороших были отношениях. Юра Гагарин принимал в этом участие, чтобы как-то ему помочь. Григорий полный надежд вернулся в Кремово. Шли месяцы, но вызовы из Звездного городка так и не последовало. Нелюбов вновь сорвался в Москву. Билетов невозможно. Невозможно никакой силой достать. Он заходит в начальник аэропорта и что, показал свое удостоверение, космонавт. Все, билет получил, полетел. Григорий забросил охоту и рыбалку, забыл друзей, служил без огонька и вдохновения. Все свободное время и деньги он тратил на поездки в Москву. Пытался восстановиться в Академии имени Жуковского, обивал пороги высокого начальства военно-воздушных сил. Делал все, чтобы вернуться в отряд космонавтов. Тщетно. Корабль «Восток», на котором учился летать Григорий, сняли с производства. Готовились новые корабли. В отряд космонавтов набрали новых людей, которых учили по новой программе. Это профессионалы, это специалисты, освоившие технику. Которые могут проводить эксперименты. И стоит очередь. Если человек выбывает на такой срок и выпадает, ну как говорят военные, из-за боймы, да? Обратно вернуться очень трудно. Весной 65-го в 224-й истребительный авиаполк поступают новейшие самолеты МиГ-21. Григория Нелюбова, как одного из самых лучших летчиков, направляют на переподготовку в учебный центр ВВС в Липецке. И мы встретились с ним в Липецке на переучивании. Мы обнялись с ним, говорю, Гриша, я тебя приветствую. Он говорит, я уже летаю, я уже встал на ноги, все, да я еще, говорит, еще занимаюсь парашютами, я еще начальник ПДС. Я говорю, боже, как ты любишь прыгать, как тебе не стыдно? Он говорит, ты что, я горжусь? МиГ-21. Сверхзвуковой самолет нового поколения. На таких машинах летать будут самые высококлассные летчики. Право сесть за штурвал нового МиГа нужно еще заслужить. И два месяца переподготовки для Нелюбова стали не отдыхом от гарнизонной жизни, а возможностью выйти на новый профессиональный уровень. Он технику авиационную знал. Мы с ним с отличием закончили липецкие курсы. Только вдвоем. Из 25 человек. Он знал буквально все. Для летчика-испытателя Марины Попович учеба в Липецке – это подготовка к новому рекорду. Марина видит, Григорий летает не хуже нее, и поэтому делает предложение, от которого Нелюбов не смог отказаться. Она все время говорила, Гриша, поехали в Чкаловской. Когда мы закончили теоретическое переучивание, Гриша поехал с ней в Чкаловской. Чтобы попасть в летчики-испытатели, нужно выдержать конкурс, может быть, не меньший, чем в отряд космонавтов. Нелюбов великолепно сдает экзамены и возвращается на Дальний Восток победителем. Пришел запрос на его документы. Я это точно помню, что пришла телеграмма, что ходатайство в вашем переводе. Ну, он и даже мне не говорил ничего. Потом я узнал. Его берут в испытатели. Семья Нелюбовых с нетерпением ждет возвращения в Москву и потихоньку собирает вещи. Чувствуется, что у него какое-то чемоданное настроение. Он уже, может, в своих разговорах, где-то словечко такое, на новом месте, или там вот такие выражения. Ну, даже были покупатели уже распределены на их вещи, там, мебель. На октябрьские праздники друзья с женами собираются в Доме офицеров, чтобы проводить нелюбовых. Григорий со дня на день ждет вызова из Москвы. А через некоторое время пришел отказ. Притом отказ в такой форме, что ввиду реорганизации части пока ваш перевод невозможен. Гром среди ясного неба – отказ. Мы, конечно, все переживали, а уж что на душе было у Гриши, то это надо представлять только. Нелюбов не мог сам себе объяснить причину отказа. Тогда он написал письмо Марине Попович, которая провела специальное расследование. От нее Григорий узнает истинную причину. И кто-то из космонавтов, я не могу сказать, хотя я знаю, я не имею права сказать, потому что вдруг это не точно, который сказал, если хотите иметь неприятности с его дерзким характером, то берите его в воспитатели. Он тогда понял все. В общем, второго удара он, не выдержал. И он запил. А в то время, на МИГ-21, допустим, если в понедельник полеты, то в субботу нужно было выпить грамм сто, не больше. Друзья, чтобы не провоцировать Григория, перестали приглашать его в компании. В местном магазине ему не продают спиртное, но это не помогает. Капитан Нелюбов идет на станцию и садится в вагон-ресторан любого проходящего мимо Ипполитовки поезда. Случайным попутчиком показывает документы и рассказывает об отряде космонавтов. И это началось регулярно. Конечно, его принимали с удовольствием. Там и техники, все-таки космонавты, и вообще уважаемые люди. Вот. Ему все ставили. Когда вместе сбрасывали, когда просто его угощали. Янки, янки. Новым знакомым Нелюбов показывает фотографии друзей с дарственной надписью, которую он всегда носит с собой. А еще в кармане летной куртки у него лежит вырезка из газеты. Он ее не показывает никому. Обратите внимание, эта фотография сделана в начале 60-х, сразу после полета Гагарина в космос. На снимке весь отряд космонавтов. А вот это фото из газеты «Известия» на ней космонавта Нелюбова уже нет. Он сказал, меня уже нет. Его же вычеркнули вообще из списков, из фотографий. Заретушевывали его изображения.